МОТО ИКСФОРС Приветствую, друзья! Смартфон Moto X-Force был анонсирован еще в конце 2015 года, однако в широкой продаже он появился лишь в 2016. Это был первый флагман с экраном, который почти невозможно разбить. Слово почти я употребляю намеренно, так как всем известно, что если сильно захотеть, можно в космос полететь. Но в обычном использовании смартфон вышел настоящим крепышом, который не боится падений, ударов и жестких условий эксплуатации. И что приятно, перед нами не просто броневичок, а технически актуальное устройство с современными характеристиками, а именно Quad HD, экраном с разрешением 2560х1440 и AMOLED-матрицей 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Сердцем является 8-ядерный процессор Snapdragon 810. Ну, кроме этого, Moto X-Force нафраширован и другими фишками, такими как беспроводная зарядка, NFC-модуль, технология быстрой зарядки Turbo Power, двухдиапазонный Wi-Fi-модуль и прочее. Одним словом, настоящий флагман, хоть и не самый новый. Сегодня на обзоре одна из модификаций смартфона. Модель называется XT1581, которая отличается от американской и европейской версии поддержкой на две сим-карт. Это китайская версия смартфона Moto X. Итак, начнем с комплектации. Таких огромных коробок я не видел со времен, когда телефоны еще были кнопочными, а их дизайн поражал своей необычностью. Настоящий олдскул. Да, 8-9 лет назад телефоны паковали в большие красочные коробки, которые потом бережно хранились с нами на антресолях. У меня до сих пор есть одна от Sony Ericsson, но теперь это своего рода уже раритет. Раскрывается коробочка как книга. И здесь мы видим сразу смартфон и бокс с зарядным устройством. На смартфоне была наклеена защитная пленка, которую, естественно, я сразу же снял. Под смартфоном можно найти конвертик с документацией, а в боксе зарядочку Turbo Power 2. Давайте ее достанем. Зарядка очень мощная. Она может выдавать ток 2,95 А при напряжении 5 В и 9 В. А при напряжении 12 В она выдает 2,15 А. То есть мощность составляет более 25 В. Здесь даже кабель сделали несъемным, чтобы пользователь случайно не подключил к зарядке хлипкий кабель, который может просто не выдержать высокого тока. Толщина кабеля зарядного устройства также внушает уважение. Производитель заявляет до 8 часов работы после 15 минут заряда. При условии, конечно, что смартфон полностью разряжен. Так как вначале батарея заряжается большим током, а по мере процесса ток падает. Я это, конечно, проверил. Через 15 минут на индикаторе уже было показано 30% заряда, что вполне хватит для 8 часов работы смартфона в экономном режиме. 50% заряда было через 26 минут. Через час было уже 94% заряда. То есть, практически полностью смартфон заряжается за час. Полностью зарядка останавливается через час 22 минуты. Учитывая немаленькую емкость батареи, 3760 мАч результат более чем впечатляет. Кроме этого, смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Я использую свою QI-зарядку от Nielkin, которая у меня базируется возле компьютера. И таким образом, когда я сажусь работать, ложу смартфончик на зарядку, и процесс у меня начинается. Что удобно, что в любой момент я могу взять смартфон и пойти по своим делам, не дергая провода и не мучая разъемы. На ночь я также обычно ставлю на QI-зарядку. Так, ну вернемся к комплектациям. В конверте можно найти документацию на смартфон. Здесь целая куча буклетиков. В основном, конечно, они на китайском языке, так как модель предназначена для внутреннего рынка. Но есть некоторая полезная информация и на английском языке. А именно, информация по показателям SAR. Так, как видим, здесь заявлено SAR для головы 0,67 Вт на килограмм, SAR для тела 0,56 Вт на килограмм. Это очень низкие показатели излучения для современных смартфонов. Они не превышают нормы. Для справки, в Америке это не должна превышать 1,6 Вт на килограмм, а в странах ЕС не более 2 Вт на килограмм. Ну вот, к примеру, у iPhone 6 0,93 Вт на килограмм. А iPhone 7 1,37 Вт. И дальше мы можем увидеть такой вот небольшой конвертик. На самом деле, это всего-навсего ключик для извлечения лоточкой с сим-картами. Над упаковкой явно заморочились, но всё-таки это приносит какое-то моральное удовлетворение. Чувствуется серьёзный подход. Ну и на самом дне коробки мы можем обнаружить гарнитуру, что также является приятным бонусом. Ну, однако, несмотря на свой футуристический внешний вид, её звук меня совершенно не впечатлил. Музыка играет на ней слишком плоско, а в звучании преобладают средние частоты. Форм-фактор вкладышей не позволяет достичь хорошей звукоизоляции. Ну и, как бы, если, конечно, их немножко придавить, то чувствуется, что появляются низа и высокие. Вот. Возможно, они просто не подошли моим ушам. Ну, в любом случае, звучание подойдёт только нетребовательному слушателю, коим я себя не считаю. Кстати, с хорошей гарнитурой смартфон звучит очень достойно. Её можно использовать также и для разговоров. Здесь есть кнопочка для принятия и отбоя вызовов. Для разговора она подходит хорошо, так как микрофон находится близко с источником сигнала. Что можно сказать по внешнему виду? Фирменный стиль мото узнаётся с первого взгляда. Смартфон явно не похож на однотипные модели, коими сейчас завалены полки салона в мобильной связи. Но дизайн, можно сказать, что на любителя. Точно не женский. Даже в моём белом цвете смартфон выглядит мощно и брутально. Над размерами дизайнеры тоже особо не парились, поэтому компактным X-Force назвать сложно. Однако в мужской руке лежит он уверенно, и эргономика, я считаю, достаточно хорошо продумана. На лицевой части можно заметить обилие датчиков. Не забыли установить индикатор событий. Правда, по умолчанию он дезактивирован. Чтобы его, так сказать, активировать, нужно скачать приложение с маркета и назначить, на какие события ему реагировать. Но для этого нужен рут. Необычен также тот факт, что фронтальная камера оснащена вспышкой, которая, кстати говоря, неплохо подсвечивает лицо. При необходимости сделать селфи в условиях низкой освещенности или когда на лицо, например, падает тень. На верхней грани разместили разъем под наушники и неожиданно лоточек для сим-карт. Я впервые встречаю такое расположение. Обычно делается это на какой-то из грани. В лотке кроется основное отличие модели X1581, X1581, это китайская версия, от X1580 европейца и X1585 американца. Только в китайце есть поддержка работы с двумя сим-картами. Ну и еще отличаются частоты, на которых работает интернет. Моделька XV81 поддерживает нужные 4G-частоты, которые используются в России и на территории СНГ. При желании одну из симок можно заменить картой памяти. Но с учетом того, что в своей памяти 64 гигабайта, все же предпочтительнее смотрятся здесь две симки. Аудиодинамик разместили на лицевой части, под экраном. Физически он один, второй сделан просто для симметрии. Звук громкий, качественный, но до какого-нибудь бум-бокса не дотягивает. А вот для просмотра видео или игр хватает звука с головой. Фронтальное расположение гарантирует, что вы не закроете его руками, когда будете держать, играть, или когда положите смартфон на стол. Также в нижней части можно заметить датчики, которые используются для определения изменения освещения и окружающих условий. Это нужно для того, чтобы смартфон показывал время, когда вы приблизитесь к нему и попадете в поле его зрения. Вот видите, сейчас загораются часики на нем. Обратная сторона подкупает своей простотой. Объектив камеры утоплен в корпус, что делает ее защищенной от механических повреждений при повреждении и царапин от повседневного использования. Под камерой расположилась двойная светодиодная вспышка с разной световой температурой. Чуть ниже металлический логотип. Лучше бы вместо него прикрутили сканер отпечатков пальцев. Как бы ни говорили многие о его бесполезности, а я такого мнения не разделяю. Но чего нет, того нет. Кстати, задние крышки можно приобрести отдельно. Это позволяет не париться по поводу использования каких-то чехлов или бамперов. Цены на крышки варьеваются от 3 до 20 долларов в зависимости от материала. Кроме пластика комплектного, как у меня здесь, можно приобрести крышку из кожи или сверхпрочного так называемого баллистического нейлона. Кнопки расположены на правой стороне. Кнопка блокировки имеет зубчатый рельеф, что облегчает ее поиск на ощупь. Качелька громкости расположена чуть ниже. Кнопки сидят плотно, не болтаются. Однако они обладают небольшим ходом, что поначалу может показаться не очень удобным, пока не привыкнете. Левая грань у нас чиста. Смартфон не марки. А если корпус и вымазанцы, достаточно просто протереть его губкой. За две недели активного использования, без пленок и чехлов, внешний вид абсолютно никак не изменился. Разве что в районе разговорного динамика иногда собирается пыть, но обычная продувка вопрос этот закрывает. Как и подобает флагманскому, он шикарен. Разрешение 2560 на 1440 не оставляет пикселям ни единого шанса. Кроме этого, высокое разрешение позволяет использовать смартфон с VR-шлемами, так как при обычном Full HD разрешении пикселизация в шлеме достаточно сильная. А вот при Quad HD видео смотреть уже гораздо приятнее. Сам экран защищен по технологии ShutterShield. Матрицу защищает два слоя из прочного пластика, под каждым из которых установлен свой тачскрин. Далее уже идет гибкая матрица, которая может гнуться без повреждений. А под матрицей дополнительно разместили алюминиевую пластину, которая защищает внутренние компоненты. В сети полно роликов, где смартфон пытаются разбить, и удается это далеко не всем. Смартфон роняли с моста на бетон, обскидали об стену. Но больше всего меня впечатлил ролик, где его подняли при помощи квадрокоптера на высоту 275 метров, после чего уронили плашмя на асфальт. Конечно же, ему от этого ничего не было. AMOLED дисплей традиционно радует своей контрастностью и насыщенностью. Возможно, IPS и предлагает нам более натуральные цвета, но AMOLED более красив. Этим давно пользуются производители, такие как Samsung, предлагая эти экраны в большинстве своих моделей. AMOLED более сочный, яркий и при этом более экономичный, так как черный цвет действительно черный, и при этом он потребляет очень мало энергии. Углы обзора великолепные. Ну и есть такая фишка, сейчас попробую показать на белом цвете. При изменении угла на белом цвете он начинает немного уходить в голубой. Возможно, на видео это не слишком видно. Ну, такова особенность AMOLED матриц. При выключенном экране можно разглядеть очертания дисплея. Заметна некая воздушная прослойка, но это плата за многослойность защитного стекла и его ударопрочность. Вне помещения экран остается читабельным, максимальной яркости хватает даже для яркого солнышка. Одной из фишек аппарата является MOTO DISPLAY. Это то, что я показывал, когда, например, вы начинаете смотреть на смартфон, он автоматически показывает время. Видите, да? Он определяет это по изменению уровня освещения и передвижения объекта. Показывает он, кроме времени, здесь и пропущенные события. То есть, если будет сообщение или со скайпа, например, какое-нибудь уведомление, ну, с какого-нибудь мессенджера, смартфончик это покажет. Моторола не сторонник каких-то модификаций над системой. Перед нами практически чистая операционная система Android. Так, давайте посмотрим на дополнительные функции. Самые интересные я вам покажу. Допустим, в разделе «Экран» вы можете включить внимательный дисплей. То есть, экран остаётся активным до тех пор, пока вы на него смотрите. Есть здесь описание его работы. Когда внимательный дисплей видит вас, вот он показывает, вот он видит вас. Отворачиваете в сторону от лица, он уже не видит. То есть, когда смартфон постоянно вас видит, он не отключается, не блокируется экран. Ну, такая фишечка. Конечно же, в плюсы отнесу наличие NFC, которое можно использовать для бесконтактной оплаты. Есть информация подробно. Ну, в общем, я думаю, все вы знаете, что можно расплачиваться за покупки, расплачиваться в метро. Кроме этого, можно использовать так называемый Android Beam. Это для передачи данных между двумя смартфонами. Просто соприкоснуть их. И содержимое на экране, будь то сайт, видео, либо какая-то картинка, она передастся на другой смартфон. Также NFC можно подключать различные аксессуары, будь то бумбоксы или наушники, или использовать метки для выставления каких-то своих сценариев. Итак, видим, что смартфон набирает почти 92 тысячи баллов, 3D 32 с половиной тысячи, процессор 23 767. Snapdragon 810 считается не очень удачным процессором в плане нагрева. Мало кто из производителей смог его обуздать. Чаще всего он выступал в роли обогревательного элемента холодными зимними вечерами. Но, видимо, Motorola все же смогла найти к нему подход, так как в обычном пользовании смартфон совершенно не греется, а под высокими нагрузками становится слегка теплым. Я провел тест на троттлинг, запуская Antutu Benchmark. Всего я сделал 8 прогонок. Каждый раз, конечно, результат становился меньше. Видим, 90 тысяч, потом 89 с половиной тысяч, 88 тысяч, 87 тысяч, это четвертая проходка. Далее, 85 900, 83 500, 82 388. То есть, есть, конечно же, просадочка, никуда от нее не деться. В сумме мы имеем около 10 тысяч баллов просадки, то есть, потеря производительности от троттлинга составляет 11%. При этом смартфон не раскаляется, как адская печь. Результат достойный. К тому же, если посмотреть внимательно на результаты теста, то можно заметить, что просадка идет в основном по CPU, где количество очков снизилось с почти 24 тысяч до 20 тысяч. А зато в графике завидная постоянность. Стабильно 32 с половиной тысячи. В использовании это никак не сказывается, так как запас мощности просто колоссальный. И смартфон работает быстро и без лагов при любых нагрузках. Касательно игр, не вижу особо смысла ничего здесь расписывать, так как все, что я запускал, работало без лагов и на высоких настройках графики. Да и вряд ли модель из-за своей цены претендует на мечту школьника-геймера. Там уже господствует совсем другая легенда. Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Так, давайте посмотрим сразу результаты и других бенчмарков. Geekbench 4 1360 Single Core, 3668 Multi-Core. Более графически настроенный тест. Это, конечно же, Epic Citadel. В режиме Ultra High Quality 53,2 кадра в секунду. В режиме High Quality поднимается до 59 кадров в секунду. То есть, практически максимум. Также я провел тест оперативной и встроенной памяти на скорость чтения и записи. Вот он, результат. Встроенная память около 200 МБ в секунду на чтение, запись около 50. Оперативная память здесь DDR4, 6500 МБ в секунду скорость копирования. Достойный результат. Далее кратенько расскажу по связи. Ну, здесь мало что можно сказать. Все работает должным образом. Никаких проблем за время использования замечено не было. Разговорный динамик очень громкий. Даже с избытком. Обычно ставлю примерно на 75% громкости. В помещении можно даже делать тише. По микрофонам тут отдельная история. Смартфон использует активную систему шумоподавления, состоящую из 5 микрофонов. При разговоре это дает идеальную слышимость вас, собеседникам. Даже в шумном месте или ветреную погоду. Собеседник просто слышит ваш голос. Без посторонних шумов и звуков. Интернет также без сюрпризов. 3G ловит хорошо. Скорость средним около 15 Мбит на скачивание. И 5 на отдачу. В местах со слабым сигналом переходит на Edge. Не прыгая между сетями, экономя нам заряд. По 4G, к сожалению, ничего сказать не могу. Но список поддерживаемых частот внушительный. Все распространенные частоты в СНГ присутствуют. Wi-Fi здесь присутствует в двух диапазонах работы. Я использую 5 ГГц Wi-Fi, конечно же. Так как он более скоростной. Общеизвестный факт, что 5 ГГц сеть менее дальнобойная, чем 2,4. Особенно сигнал падает от препятствий. Но даже с учетом этого сигнал у меня стабильный и сильный во всех комнатах. Видим, я сделал замер. Это соседняя комната. Через две стены и через три стены. То есть даже через три стены сигнал сильный. Скорость скачивания, так же я замерил, она составляет в среднем более 90 Мбит. Причем это не единичный показатель. Как видим, я сделал множество разных замеров в разных местах квартиры. То есть более 90 Мбит. С навигацией тоже все в порядке. Время первой фиксации составляет 1 секунду. И уже буквально через секунд 20-30 находится максимальное количество спутников. Это снимок, ну снимки сделаны были в плохую погоду. Как видим, тоже неплохо. 18 спутников, 11 в активном подключении. В хорошую погоду количество спутников превышает 2 десятка. Проверил я и по треку. Трек пишет точно, ведет по дороге. Обрывов, связи нет. С дороги не бросает. Все очень точненько. Основная камера использует 21-мегапиксельный сенсор Sony Exmor IMAX 230. Который может предложить яркие и сочные снимки. При условии, конечно же, хорошего освещения. А вот при сложных условиях съемки фото выходят довольно посредственные. Откровенно говоря, камеры никогда не являлись выдающимися у смартфонов Motorola. Данная модель не является исключением. Если не ожидать от X-Force качества снимков зеркального фотоаппарата и трезво оценивать возможности, то фото выходят очень даже неплохого качества. И смартфон может достойно запечатлеть красивый или важный момент, когда под рукой нет цифровика. Данный сенсор широко используется и в других смартфонах, особенно в средней ценовой категории, таких как Leica, Le Max 2, Lenovo Vibe X3, Meizu Pro 5 и так далее. Сейчас я покажу эти снимки в более хорошем разрешении. Вы можете уже их оценить. Так, видим общий план. Выходит очень хорошим. Детализация радует, цвета насыщенные, ярко, все красочно, красиво. Как бы ни спорили некоторые о избыточности мегапикселей в современных смартфонах, я согласен с этим только отчасти. Потому что при большом количестве мегапикселей мы получаем более четкое детализированное фото в небольшом размере. Минус тут только может быть один. Это большой вес файлов. В среднем до 10 мегабайт за фото. Но посмотрите на это фото. Если внимательно присмотреться, можно заметить леску, которая идет от спиннинга в воду. Но мне кажется это удивительным, что камера может зафиксировать такой мелкий предмет, который и глазом-то сложно разглядеть. Далее съемка объектов с небольшого расстояния. Отличные детали, никаких претензий. Конечно резкость больше по центру снимка. По углам может немножко мылить. Макросъемка удается также очень и очень неплохо. При искусственном освещении, конечно, увеличивается шанс получить смазанный снимок. Поэтому стоит делать сразу по несколько дублей. Ну в принципе так же неплохо. Вот допустим это фото сделано в магазине. Хотя там более такое яркое освещение. А вот это фото сделано в помещении с недостаточным освещением. То есть как бы света нету. Это холл школы вечереет. Но я сделал фото со вспышкой. Есть еще такие фишки. Чтобы запустить камеру, нужно быстро дважды повернуть смартфон. Сделать движение, как если бы вы газовали на мотоцикле. Если уже в самой камере сделать такое движение, она получается как бы переключает на фронталочку. И сделать еще раз переключает на основную. Приложение камеры отличается, конечно же, от андроида стокового. С правой, с левой стороны у нас есть такое колесико, где вы можете выбрать режим. Здесь есть HDR. Можно включить или отключить вспышку. Выбрать видео режим. Есть Full HD. Есть Ultra HD. Есть режим Slow Motion. При видео работает стабилизация, цифровая стабилизация. Работает, я скажу, неплохо. Вот, посмотрите небольшой видеоролик, который я снял в Full HD качестве. Тестовый видеоролик. Смартфон Motorola XT1581. Видно, что в смартфоне включена стабилизация. Да, видно хорошо. Тест микрофона. 1, 2, 1, 2. Так, попробуем пройтись. Вот, Ставочек вытекает в речку. И потом это все дело идет по направлению к реке Днепр. Тестивый видеоролик. Тестивый видеоролик. Продолжение следует... По умолчанию здесь стоит широкоформатный режим, когда камера снимает в разрешении 16,1 мегапикселей. Это 16 на 9. Если вы хотите получить максимальный снимок, максимального качества, тогда нужно переключиться на обычный режим. Это 4 на 3, 21 мегапиксель. В принципе, всё как бы стандартно. Что мне понравилось, это то, что можно регулировать экспозиции и перемещать точку фокусировки. То есть, куда вы наведёте этот кругляшок, на том месте и будет сделана фокусировка. Ну, вот, в принципе, как бы всё по камере. Перейдём к батарее и автономности. Батарея в 3760 мАч, по заявлениям производителя, должна обеспечивать до 48 часов активной работы. Высокое разрешение экрана, конечно же, нагружает больше процессор, графику, вследствие чего батарея садится быстрее, чем у Full HD аналогов. Но более экономичный тип матрицы AMOLED в какой-то степени уравновешивает этот показатель. В итоге мы получаем смартфон со средним временем работы. Причём, с разными задачами смартфон справляется с разным успехом. Вот, допустим, тест Antutu Battery Tester. Вот, ну, результат можно считать успешным. 6879 очков, тест практически 4 часа длился. Это, конечно же, на максимальной яркости разряжался он до 20%. Вот, а тест в PCMark длился 5 часов 57 минут. И вот здесь мы можем посмотреть по графику результат аналогичный с другим известным флагманом Samsung Galaxy S7 Edge, который тоже продержался ровно 5 часов 57 минут. Но перейдём к более реалистичным тестам. Я запустил циклический видеоролик в HD-качестве. Длился он более 18 часов. Это просто невероятный результат. Сейчас я найду скриншот. Вот он. 18 часов и 6 минут воспроизводился видеофайл в HD-качестве. Просто я думаю, что, скорее всего, такой высокий результат связан с тем, что в фильме присутствует много тёмных сцен. Ну, а чёрный цвет, как известно, здесь очень экономный. Нет, это не взрослое видео, если вы об этом подумали, а просто серия из Игры Престолов. С энергопотреблением у смартфона всё отлично. За ночь с двумя сим-картами включенным Wi-Fi батарея расходуется на 4%. 3-4%. При этом фоновая работа приложений не ограничивается. Все уведомления приходят, мессенджеры, соцсети и так далее. Вот этот скрин как раз демонстрирует. То есть я вечером в 21.40 снял его с зарядки и на следующее утро у меня было 96% заряда. Ну и парочка примеров живого использования. Первый пример. Здесь я пользовался очень много 3G-интернетом, веб-сёрфинг, приложением. Дома был Wi-Fi. Около часа звонков, совсем чуть-чуть игр, около 40 минут навигации, ну и по мелочи. Камера, там приложение. Заряда хватило на полтора дня при активности экрана почти 5 часов. 4 часа 54 минуты. Пример номер два. Также активное использование 3G плюс Wi-Fi, камера, музыка, веб-сёрфинг, соцсети. В общем-то все, что мы делаем с вами обычной жизнью. Яркость установлена была примерно на 75%. На улице выкручивала на 100%, потому как был солнечный день. Ну смартфона также хватило почти на 2 дня при 5,5 часах работы экрана. Ну если использовать ещё более активный, то смартфон живёт световой день, хотя при этом выдаёт больше, около 6-6,5 часов активности экрана. Ну, в зависимости от яркости и количества интернета. Больше всего, конечно, потребляет навигация и мобильный интернет. Так, подведём итоги. Ровно год назад смартфон этот стоил 700 баксов, что даже с учётом моей симпатии компании Motorola, я считаю очень большой суммой. Видимо, так посчитали и другие, так как, судя по всему, в массы смартфон не зашёл. Покупали его бодренько только в Америке. У нас же владельцев не так много. Пытаясь пойти спасти ситуацию, на смартфон очень снизили цену. Плюс появилась китайская версия с двумя симками. Периодически Gearbest проводит флэш-сейлы, где его можно приобрести за 279 долларов. Это резко делает его очень интересным, ведь таких других, способных выдержать падение с высоты 300 метров, на асфальт не найти. Смарт действительно добротный, даже в мелочах чувствуется фирменный стиль Motorola. Те, кто ещё помнят ту Motorola, оценят по достоинству. Ну, выделю основные моменты. Плюсы. Конечно же, Motorola – это плюс. Далее, многослойно, ударопрочное покрытие экрана. Далее, яркая и красочная AMOLED-матрица – это плюсы. Разрешение экрана Quad HD, которое хорошо подходит для использования с VR-шлемами. Оригинальный дизайн, с фронтальным расположением динамика. Мото-дисплей, то есть аналог Always-on-Display. Стабильная безглючная прошивка, полностью готовая к работе из коробки. Большой объём памяти 3 ГБ оперативы и 64 ГБ встроенной. Возможность сменить заднюю крышку на кожаную или сверхпрочную из баллистического нейлона. Двухдиапазонный Wi-Fi, есть NFC-модуль, есть беспроводная зарядка Qi и PMA-зарядка. И есть также быстрая зарядка с технологией Turbo Power. Напомню, всего за час двадцать он заряжается от штатной зарядки. Есть ли минусы? Ну, мне сложно сказать, что это минусы. Есть как бы пожелания. Во-первых, это, конечно, на экранные кнопки. Ну, не понимаю я их, почему нельзя было сделать их полноценными. Тем более, есть здесь место. И отсутствие сканера отпечатка пальцев. Всё-таки на текущий момент эта функция для меня очень полезная. Некоторые приложения используют её. Ну, как бы, в принципе, вот такие вот у меня как бы пожелания. На этом всё. Если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте. В комментариях постараюсь на них ответить. Спасибо за внимание. До новых встреч. С вами был Злой. Субтитры сделал DimaTorzok